Всем привет, друзья! Канал «За нами уже выехали» на связи. Очень много сообщений в Директ и Дим. Все же, 11 мая режим ЧП в Кастане заканчивается. Мы сможем ездить в область к родственникам и обратно? Можно ли начинать работать в прежнем режиме без ограничений? А что там с детскими садиками и так далее? А я не знаю. Нет, если серьезно, ситуация действительно забавная. Вот уже 15.00 в воскресенье, 10 мая, когда мы записываем вот этот выпуск, а информации до сих пор никакой нет. Ощущение, что это кайф, и мамин, и все остальные, кто должен принимать решение по идее, а потом донести его до народа, сидят в своих кабинетах и такие «Ой, все, живите дальше сами как хотите, мы устали, мы спать». Почему они так тянут? Вот сейчас коротко и порассуждаем. Поехали. Сегодня утром у нас в Телеге, ссылка на нее будет внизу. Мы публиковали опрос о том, чего Кастанцы больше всего ждут от 11 мая. И победил самый такой какой-то обреченный вариант, мол, ничего особенного мы уже и не ждем. Режим ЧП снимут, но карантин оставят. И это, на самом деле, близко, как нам кажется, к истине. Вот помните, о чем говорил Такаев в последний раз по этому поводу? Если ситуация не ухудшится, чечечное положение будет отменено 11 мая. Однако меры, связанные с карантинным режимом, сохранятся. Это очень важно для обеспечения безопасности населения. Опять мы возвращаемся к этим неконкретным формулировкам. А как можно оценить, ухудшилась или не ухудшилась ситуация? Если мы говорим про цифры по коронавирусу, то ситуация вряд ли улучшилась. Дело в том, что еще 29 апреля, я уже об этом говорил, главный санитар-нуражка Астана Айжан Есмагомбетова порядка 5400 случаев, на сегодняшний день у нас уже 5056 случаев. То есть ДМ фиксируется стабильно больше 100, а то и больше 200 случаев. По-моему, очевидно, что этот прогноз уже не актуален. С другой стороны, вот на прошлой неделе был брифинг, и министр здравоохранения Астана Айжан Бертанов говорил, что, мол, без паники это контролируемый рост. И связан он, грубо говоря, с тем, что тестов стало больше. А Айжан Есмагомбетова 29 апреля еще не обладал информацией о том, сколько будет тестов и насколько возрастет темп появления. Ладно, оставим прогнозы Минздрава. Сколько раз они еще будут корректироваться, неизвестно. Еще одну мысль Бертанов там тоже сказал, я ее процитирую. Мы пока не говорим, что возвращаемся к жизни, которая была до эпидемии. Нам нужно сбалансировать. С одной стороны, санитарные и профилактические меры, чтобы меньше людей заражалось. А с другой стороны, конечно, ограничительные мероприятия нужно смягчать для того, чтобы страна начала жить, а экономика должна работать. Риск эпидемии не должен мешать вернуться нашей стране к нормальной жизни. Конец цитаты. Но обозначать необходимое смягчение ограничительных мер, это не значит смягчать меры. Вот 8 мая он это сказал, и ничего пока не смягчили. И ура, пока писали мы этот выпуск, вышла короткая информация о том, что завтра, 11 мая, Токаев выступит с заявлением определить дальнейшую стратегию действия правительства. Сути не меняют, учитывая, как они затянулись с этими пояснениями, можно практически констатировать. Четкого плана по режиму ЧП у них нет. И на прошлой неделе они скорее занимались этими дворцовыми передвижениями. Это смещение дороги и повышение на должность главного идеолога страны, нашего любимого уже экс-министра Главрия Набаева, и прочей не особо важной для народа движухой. Одно можно точно сказать в адрес тех, кто утром планирует выезжать в область из города, или наоборот, вот делать этого не стоит, хоть официального объявления о продлении и до каких сроков продления карантина не было, почти наверняка вас не выпустят или не впустят. Посты никто не отменял. И на работу, если ваша компания не входила в список ранее разрешенных, завтра тоже выходить нельзя. И в садик ребенка тоже не отвезти. В общем, с точки зрения фактических ограничений, все остается сейчас так, как есть. На какой срок, ну, надеемся, хоть завтра Токаев что-нибудь по этому поводу скажет. Какое есть опасение подозрением? Что мы немного пойдем по российскому пути. Если вы следите за ситуацией там, то знайте, что в России вообще официально не объявляли режимы очерчального положения. Там юридически не существующий режим домашней изоляции. А с юридической точки зрения, это важная штука. Государство как бы там не берет на себя вообще никаких обязательств. Не обещает платить зарплаты, компенсировать потери. Работодатели там должны это делать за свой счет. У нас, да, государство тоже не особо платит заработодателей тех компаний, что сейчас приостановили деятельность зарплаты. Но теперь, если режим ЧП не продлят, а его, скорее всего, не продлят, то не будет платить и 42 500 дальше. Хотя, как вы знаете, с предыдущего выпуска, со второй выплатой мы многих уже и так прокинули. Но даже ладно. То есть работать тем же рестораном будет нельзя, а 42 500 поварам и официантам, получается, уже платить не будут. Как бы 42 500 и так особо не спасали, теперь совсем сидите и сосите лапу. Но, извините-ка, сын же Март Кемельевич, нам приходится именно такие версии строить, из-за того, что вы почему-то всю неделю молчали. Можно еще набросать грустных сценариев, но справедливости ради они будут вилами по воде. Ну, что ж, ждем Такаева завтра. Обязательно все прокомментируем. А сегодня можно разве что еще раз пересмотреть бой Гэджи и Фергюсу, но поднять себе настроение крутым зрелищем. Большой спорт возвращается на ТВ, а с ним почему-то ощущение, что до нормальной жизни тоже недалеко. По крайней мере, хочется надеяться. Подписывайтесь, завтра увидимся. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok